Шимат Бхагаватам, песня 4, глава 13, потомки Друва Махараджа, тексты 1-2. Первый раз он в воскресенье написан, прочитай его сам. Обращаясь к мудрецам во главе с Шаунакой, Сута Госсами сказал, выслушав рассказ Майтреи о вознесении Друва Махараджа на Вайкунху в обитель Господа Вишну, Видура ощутил прилив любви к Верховной Личности Бога и задал Майтреи следующие вопросы. Комментарь решил про упады. На примере беседы Дуры с Майтреей видно, что рассказы о деяниях Верховной Личности Бога и его преданных столь увлекательны, что те, кто слушает их, не устают задавать вопросы, а повествующие без устали отвечают на них. Трансцендентные беседы так приятны, что не утомляют ни слушателей, ни рассказчика. Люди, далекие от преданного служения, могут недоумевать, как можно столько времени говорить о Боге. Но преданным никогда не надоедает говорить о Верховной Личности Бога и его преданных. Чем больше они обсуждают эти темы, тем больше удовольствия получают от этого. В мантре Харе Кришна всего три слова – Харе Кришна и Рама. Однако это не мешает преданным повторять его круглые сутки, не ведая усталости. Ну и вот еще текст второй, хотя, честно говоря, они совершенно разные по темам. Вот, ну, дабы не нарушать порядка, прочитаем. Текст два. Ведурав Вача. Все вместе. Ведурав Вача. Кете Прочета Сонама. Каси Апатья Ни Суврата. Каси Анвава и Пракхията. Кутрава Сатрам Асата. Пожалуйста. Ведурав Вача. Каси Апатья Ни Суврата. Каси Апатья Ни Суврата. Кутрава Сатрам Асата. Ведурав Вача. Ведурав Вача. Мадожи, пожалуйста. 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 Мадожи. Мадожи, пожалуйста. 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 Махарач движимый далеко не высшей мотивацией совершал свои эскезы, но его природа Дгрува, твердый, уверенный такой, почему и называют его планету Дгрува Лока, то есть она единственная неподвижная, все остальное подвижное, она неподвижная Дгрува, все вокруг нее вращается. То есть он проявил с детских лет свою такую очень, немножко так сказать, строптивую природу, то есть можно сказать, что он повел себя не по-брахманически, то есть философия Брахмана, ну что есть, то есть, на том спасибо, он не будет сражаться за все эти вещи, то есть он понимает, что Господь сам решает, то есть Брахман уходит, как правило, от какой-то социальной борьбы, он находит в другом, в духовном свой вкус, он не беспокоится, кто там первый, кто второй, пятый, десятый, то есть это не его тема, вот, но Дгрува Махараш, как шатрия, он не мог этих вещей, так просто, то есть он вел себя совершенно точно не по-брахманически, вот, и позже в его жизни были ситуации, когда он мстил, достаточно жестоко мстил за своего убитого брата, когда эти якши убили его брата, Утаму, то есть это вообще было кровавое, так сказать, побоище, и только Брахма остановил его, фактически, Дгрува, потому что он настолько вошел в этот вот раш такой, кшатрийский, что он не мог остановиться, и только Брахма сказал, Дгрува, успокойся, да, то есть он принял эти слова высшего авторитета, и потом появился Кувера, который всеми этими якшами командует и говорит, Дгрува, молодец, спасибо тебе, что хоть не всех убил, вот, значит, давай, какое тебе благословение, надо выбирай, только, значит, успокойся и куда-нибудь там, иди занимайся чем-нибудь полезным, то есть действия, которые совершал Дгрува Махарадж, они соответствовали его такой достаточно горячей, кшатрийской природе, гуна-карма у него была совершенно не брахманическая, тем не менее, мы считаем, что он достиг полного успеха, и в предыдущей главе там интересные такие были моменты, по-моему, там 13-14 стихи предыдущей главы, в первой части четвертой песни нам говорилось, что в наслаждениях он исчерпал последствия благочестивых поступков, а благодаря аскезам свел на нет поступки своих грехов, вот, и Шила Прабхупада в комментарии там пишет, что благочестивая карма приходит к человеку в виде, ну, различных возможностей, каких-то, вот, которыми он может наслаждаться, какой-то комфорт этой материальной жизни, вот, а когда, так сказать, для того, чтобы противодействовать греховным поступкам, человек должен совершать какие-то определенные аскезы, Шила Прабхупада там приводит в комментарии, что преданные совершают, там, постные кадыши, там, то и сё, какие-то определенные ограничения, регулирующие принципы, то есть это их аскеза, а благодаря этой аскезе они, скажем так, уменьшают весь тут негатив, который у каждого по карме тоже как-то приходит. И далее в предыдущей главе тоже интересно говорилось, что Друва Махарадж следовал пути Триварга, Триварга, то есть Триварга это обозначает Дхарма Артхакама, это Триварга называется, вот, и там Прабхупада в комментарии говорит, что поскольку он был царского рода, царем, вот, то вполне естественно, что ему приходилось совершать много каких-то таких вот, ну, ритуалов из области, вот, Дхармы кармической, вот, ему приходилось заботиться о благосостоянии царства Артха, да, вот, и естественно, что он как царь, он жил совершенно не как аскет, то есть царство обозначает какой-то определенный уровень комфорта, достаточно высокий причем, вот, и он это принимал все, он это принимал как то, что приходит в его жизнь, естественно, и мы видим, что по большому счету его такое вот, ну, погружение в духовное, оно произошло на двух этапах его жизни, первый этап это самое начало, когда вот он в детстве совершил такую аскезу и получил Даршин, верховной личности Бога, вот, и во время этого Даршина у них вышел диалог, когда друга сожалел о своей мотивации, не самой, да, высокой, что вот я искал там, значит, это битое стекло, получал алмазы, говорит, пожалуйста, ну, все, что я тебя просил, забудь об этом, но что ему ответил Вишну, а он говорит, ты царь, и поэтому тебе полагается иметь царство, то есть в твоем желании иметь царство для кшатрия нет ничего ненормального, это естественно, это его гуна-карма, то есть ему свои кшатрийские качества нужно где-то применить, если мы читаем, каковы качества кшатрия в Бхагавадгите, да, то есть сила, значит, отвага, находчивость, значит, отвага в бою, умение руководить и так далее, это свойства кшатрия, и если ему не дать такое поле, на котором он проявит эти свойства, что же он будет с этим делать? То есть если Господь дал ему определенную природу, определенную гуна-карму, ее необходимо применить, то есть если человек не реализовывает те возможности, которые даны ему Верховным Господом, он не будет счастлив, то есть мы можем сказать, что, ну это же карма, карма у нас ругательное слово, правильно? Но кема-дана? Она же дана Верховным Господом? Джа-ши-ши-де-а-л-ни-тай, кстати, нитай-сачису-таки-дя-ши-ши-де-а-л-ни-тай. То есть, когда Арджуна пытался от своей гуна-кармы уйти, Кришна осудил его, поругал, он говорит, даже обладающий знанием поступает согласно собственной природе, что ж даст подавление своей природы. Третья глава Бхагавангита. То есть, хотя Друва, увидев Верховного Господа, понял, что вся его мотивация была очень мелкой, корыстной, такой эгоистичной, и раскаялся в этом, и сказал, что ничего не надо, то есть, все это была моя какая-то определенная глупость, Вишну сказал, ты просил этого, поэтому ты получишь, ты получишь это. И дальше его жизнь развивалась уже, скажем так, не столь, может быть, аскетично, не так вот, может быть, в нашем исконовском, вайшнавском представлении. Он исполнял обязанности царя, триварга, дхарма, арт-хакама, все было в его жизни, все было в балансе, все было в гармонии определенной. Это культура. Культура обозначает, что все вот эти вот элементы, всех этих целей, дхарма, находится в гармонии. Одного элемента не будет хватать, человек не будет счастлив. То есть, это все элементы культуры. И следующий элемент такого всплеска, скажем, его духовности, он произошел на последнем этапе жизни, когда уже он, в общем-то, состарился и передал трон следующему поколению. Теперь у него произошло такое второе серьезное погружение в духовность, которое, в общем-то, уже вывенчалось полным успехом. И мы читаем о том, как Друва Махарадж достиг духовного мира, там все это, прилетели за ними в Шнудуте и так далее. Вот, то есть, в общем-то, если вот посмотреть на историю его успеха, то она была не такая вот прямо ровная. Взял, так сказать, на всякие-то обеты и пошел вперед. То есть, в ИСКО у нас сложился определенный стереотип успеха. То есть, мы знаем, кто такие успешные люди. Успешные люди у нас – это люди, которые, вот, скажем, что-то такое начали, взяли и по прямой они поехали, никуда не отклоняясь. И, там, не знаю, Саньяст или кем-то там они таким остались. Вот это вот как бы классическая история успеха. И когда, допустим, какой-то неуспех происходит или какая-то неудача, у нас возникают вопросы. А почему? А почему? Вот, если мы проанализируем основные причины неуспеха, то есть, все те вещи, которые как-то вдруг стали привлекать людей из материального мира, то они все коренятся в двух сферах – артха и кама, там. То есть, это обозначает, что если эти вещи привлекли их, артха и кама, обозначает, что в их, скажем, предшествующей, не знаю, там, ситуации, культуре жизни этих вещей просто не хватало. То есть, человек какими-то определенными искусственными методами пытался, может быть, их как-то контролировать или подавлять и так далее. То есть, контроль, он необходим, но подавление совсем другое. То есть, контроль обозначает направлять в верное русло, это будет контроль. Предположим, если, не знаю, там какой-нибудь шланг с водой извивается, да, вот если контролировать его, это обозначает взять его и направить на нужное место, куда эта вода пошла, пожарная, да, вот, а подавить его не удастся, он его разорвет, понимаете. Поэтому нужно совершенно четко понимать, что такое подавление, что такое контроль. То есть, контроль обозначает направить эту энергию, каких-то желаний или программ в нужное русло, это будет контроль. Если мы направили этот вот шланг с водой на пожар, все хорошо. Вот, но если мы попытались подавить, то его разорвет просто от давления внутреннего, это неправильно. Вот, поэтому вот у каждого человека есть какие-то, какая-то определенная обусловленность, какая-то своя природа, вот, и эту природу необходимо учитывать. К сожалению, не всегда мы это делаем, и по этой причине, скажем так, мы путаем порой контроль с подавлением, и происходит вот этот вот разрыв, взрыв. Вот, либо человек, скажем таким, становится тихим лицемером, то есть, он, скажем, какие-то свои вопросы из темы артхи и камы, где-то, так сказать, потихонечку незаметно решает сам, вот никому об этом не говоря, вот, либо он не выдерживает какого-то такого, ну, лицемерия, вот, внутреннего несоответствия и вообще куда-нибудь уходит, потому что, ну, ему не нравится жить какой-то двойной жизнью двойными стандартами. Вот, поэтому очень важно понимать свою природу, понимать разницу между правильным использованием, скажем, контролем и подавлением, это совсем не одно и то же, вот, это как раз культура. И также необходимо понимать, что все сферы жизни, дхарма, артха, кама, они должны находиться в гармонии. В противном случае, если эти вещи не находятся в гармонии, и какие-то из этих тем мы просто, скажем так, ну, грубо задвигаем, подавляем, вот, а они рано или поздно вылезут. И тогда будет не история успеха, а скорее история определенной неудачи. Вот, и человеку придется, допустим, в каком-то более зрелом возрасте возвращаться к тем вопросам, которые должны были решены быть в каком-то, так сказать, возрасте 20-30 лет и так далее. Вот, то есть в этом плане ведическая культура очень научна, то есть она признает обусловленность человека и позволяет правильно ее использовать, то есть контроль, еще раз говорю, это правильно направлять, правильно, не подавлять совсем, подавление совсем другое. Кришта нигде о подавлении не говорит, он говорит о контроле. И поэтому, вот, нам, может быть, мало известно о промежуточном состоянии, то есть, допустим, нас, естественно, вдохновляет успех, окончательный успех. Но если проследить, каким образом он пришел к этому успеху, то здесь много чего интересного, о котором мы, в общем-то, практически не говорим. То есть в основном мы говорим чисто на духовные темы, и говорим о том, что больше Кришны, больше Кришны, больше всего такого. Чисто это совершенно верно. Но мы замечаем простую вещь, что, предположим, люди, которые обладают от природы какими-то, ну, благостными качествами, природа брахманов у них присутствует, для них духовная жизнь, она как-то легче и естественнее, потому что она соответствует их гунакарме. Их гунакарме. Поэтому им легко принять эту снату духовной жизни. Те люди, которые от природы не столь, скажем так, брахманичны, для них духовная жизнь представляется чем-то более экзотичным, более сложным, потому что она не соответствует их гунакарме. Вот. И они, скажем, участвуют в ней, ну, с меньшей решимостью или с меньшим постоянством, как-то так немножко, ну, пунктирно, эпизодически, там, какой-то фестиваль, там, какая-то поездка, то и все, дхама. То есть какое-то полное погружение, потом они раз опять возвращаются к своим каким-то вещам, которые больше соответствуют их естественной гунакарме. Потом какой-то раз этап, скажем, погружение духовное, потом опять. То есть у них может не получаться полное погружение. Почему, допустим, если вы возьмете какую-нибудь пробку или там кусок пенопласта, попробуйте ее в воду опустить. Вот. Вы ее туда, она обратна. По какой причине? То есть там есть пузырьки воздуха, да, то есть он легкий, его, так сказать, плотность такая невелика, маленькая, состоит из воздуха в основном в этих пузырьках. И поэтому пытаетесь ее погрузить в воду, а его среда выталкивает обратно. Точно так же человек, допустим, в чьем карма же она где находится? В тонком теле? В уме. Семена в основном. То есть есть прарабха карма, вот видимое тело, да. А есть, скажем, такие вот тонкие кармические элементы, это вот структура нашего тонкого тела, наши желания, наши побуждения, свойства. И когда мы пытаемся вот это свое тонкое тело в процессе медитации, духовной практики погрузить в Кришну, мы видим, что это не всегда получается. Иногда какие-то, ну, успешные такие, у нас зоныры бывают, духовную сферу, и мы очень вдохновили, ну, что у нас получилось, да, в какой-то момент. А когда они получаются, мы начинаем говорить эти все наши термины, там, про механичную практику, что мы как бы телом повторяем мантру, но ум не может погрузиться, или я читаю книгу, не могу сосредоточиться, что-то меня там отвлекает, так далее. Вот, то есть различные материальные желания могут растаскивать нас в разные стороны. То есть это наша гуна-карма определенная. Вот, и как это не печально, конечно, у большинства людей природа не совсем благостная, особенно в Кали-югу. Вот, и в связи с этим мы видим, что существуют определенные сложности, что мы можем находиться где-то так на поверхности духовной жизни, а погружение в нее получается не всегда, не у всех, и не постоянно, как-то так вот, какими-то эпизодическими. Вот, и в общем, с одной стороны правильно, что нас мотивируют постоянно, скажем, таким вот идеями, больше погружения, чище воспевания, и так далее. Но мы видим, что сколько эту пробку, так сказать, не топи, да, этот кусок пенопласта все равно будет всплывать. Вот, и индивидуальная природа должна без сомнения быть учтена. Допустим, мы видим, что ИСКОН – это общество унифицированных стандартов, то есть здесь стандарты все одинаковые для всех. То есть мы не спрашиваем, не изучаем природу человека особенно, да. Мы говорим, что вот если хочешь, там, допустим, посвящение, что-то еще, вот стандарт, все, учись, следуй, соответствуй, как, так сказать, получится, приходи, поговорим, да. То есть у нас как бы четкий такой унифицированный стандарт. Предположим, если мы посмотрим на классическое ведическое общество, это общество дифференцированных стандартов, то есть там с самого начала индивидуальная природа человека учитывается, когда ребенок еще учится в школе, учитель уже смотрит на его природу и дает ему какие-то, так сказать, рекомендации согласно его гунакарме, что брахман на самом деле, брахмана некоторые чисто учились до 32 лет, до 32 лет в Гурукуле, можете себе представить, потому что изучение каждой веды занимает 7 лет, одна веда, 7 лет. Вот умножьте, так сказать, 4 на 7, да, ну там с некоторыми, конечно, там где-то больше, где-то меньше, но в среднем до 32 лет настоящие брахманы учились в Гурукуле. И скажите, пожалуйста, мне, как много людей сейчас особенно способны заниматься учебой до 32 лет. Многие после школы, им уже школа, ту мать, все, они уже не могут, понимаете, им школы больше, чем хватило, да, университет, так далее, ну ладно, а теперь же начинается самое интересное, 22-23 года мы закончили университет, все, тело молодое, сильное, как раз вот я тут диплом получил и начинаются, так сказать, всякие разные уже там темы, да, семья, амбиции и прочее, и прочее, а он продолжает учиться и в 25, и в 30. Это какая природа должна быть? Можете себе представить вообще? То есть это вот есть люди, которые способны вот с таким погружением учиться долго и спокойно. Много ли это их людей вы знаете? То есть мы видим, что это действительно редкий случай. Большинство людей, ну школу закончили хорошо, университет еще лучше, замечательно, но на этом как бы все, уже меньше идут какую-то аспирантуру, меньше занимается там какой-то нутри. Вот, поэтому мы видим, что вот брахманы в таком реальном смысле слова достаточно редкие люди, достаточно редкие люди. Вот, и для них вот эта вот, скажем, духовная практика, я говорю, она ближе их естественной гуна-карме, то есть вот мантры, шастры, вот такое погружение, храмовая жизнь, арчана, это для них естество, нет противоречия для них между духовной жизнью и их естественной гуна-кармой, то есть они легко вписываются с этой системой. Вот, но когда мы имеем дело с другой культурой, когда люди более беспокоены, гуна-страсти, говорят, ну ладно, там поучились, ну что-то делать, там работа, там и прочее. То есть совершенно очевидно, что такой человек, он не сможет столь глубоко погружаться в эти вещи. Это просто реальность, это просто реальность. И игнорировать реальность обозначает потерять с ней контакт. Вот, когда, допустим, мы пытаемся проецировать одни и те же стандарты абсолютно всех людей, не учитывая их природу, ну, я бы сказал, что это, мягко выражаясь, не совсем грамотно. Вот, потому что, несмотря на то, что существуют какие-то общие схемы лечения болезни, каждого больного врач, тем не менее, лечит индивидуально. История болезни, чем вы болели, что, как у вас, там, какое питание, образ жизни, он все изучает индивидуально. Вот. Вот такой индивидуальный подход у нас встречается, ну, прямо, скажем, довольно-таки редко, чтобы учитель или наставник изучал действительно природу каждого человека, вот, не торопясь, не беспокоясь. А совершенно, как бы, естественно, потому что, ну, вот сколько учеников в классе? 20-30, да все. То есть, ну, как-то более-менее реальное количество, с которым можно работать. Ну, представьте себе класс, в котором 200-2000 учеников, все. Эффективность снижается почти до нуля, понимаете, да? То есть, вот, вот учитель, он учит 20-30 учеников. Мы это знаем, это же не тайна, правильно? Вот школьная реальность, 20-30 учеников, все. Это реальное поле, которое он может освоить, обработать эффективно. Он всех знает. Он знает этот отличник, этот хорошист, этот двоечник, там, это такая проблема, может кому-то помочь. Есть время, реальная задача, понимаете? Но класс на 200 человек, ну, это же смешно, понимаете? А на 2000 это совсем смешно, понимаете? То есть, это обозначает, что уровень обучения, качество обучения, оно неизбежно падает. И в лучшем случае получаются такие, знаете, вот самомотивированные, дисциплинированные заочники, они как-то вот еще могут. Таких тоже мало, понимаете? Таких тоже мало. Большинству людей требуется какое-то, ну, постоянное внимание в связи с их природой. В связи с их природой. И если это не происходит, то мы читаем, допустим, историю успеха Дгрува Махараджа, но когда мы пытаемся ее соотнести со своей собственной жизнью, я думаю, ну, как вот это? То есть, вот почему Дгрува Махарадж мог изжить свою материальную природу, почему для него это было как-то так вот естественно? Вот, и он достиг совершенства жизни практически, по большому счету, на последнем этапе. А до этого он действовал согласно своей карме. Он, естественно, был знаком с Кришны, он его лично видел. То есть, он с детства все это было. Вот, и Прабхупада говорит в комментариях, что он занимался преданным служением, но у него было очень много всяких социальных обязанностей. Царь, он не может игнорировать, понимаете? Вот, и пока у человека достаточно много социальных каких-то обязанностей, погружение его в духовную жизнь, оно не столь интенсивно, как, допустим, в периоде ученичества в начальном этапе, или в периоде отречения, когда уже там она прасха, саняса, когда уже больше ничего не беспокоит человека. А в промерточном этапе, пока сильна страсть, молодость, всякие там социальные, семейные обязанности и так далее, совершенно очевидно, что стандарты духовной жизни вот на этом уровне не снижаются. Кроме, может быть, тех редких случаев, когда у человека реально брахманическая природа, и вот он в этом живет, и все у него хорошо, и нет никаких проблем. Вот, то есть, большая часть людей в такую, скажем так, в эту категорию не попадает. Вот, и по этой причине их прогресс может замедляться, они могут как-то быть разочарованы или не понимать, каким образом это все в их собственной жизни может быть применено. Вот, поэтому признание индивидуальной природы, оно неизбежно, если мы хотим как-то помочь человеку. В противном случае, это некое, так сказать, ну что ли, обезличивание, когда мы не признаем личность с его какими-то вот индивидуальными свойствами, и пытаемся, так сказать, говорить, что вот все, только вот так и никак иначе. То есть, читая шастры, то есть, для чего нам даны эти все вот истории, все, чтобы мы видели, как разные люди добивались, это разные истории успеха, то есть, Шмад Бхагава там из разных историй состоит, это разные истории успеха разных людей с разной природой, которые приходили к Кришне, в конце концов, вот, но, так сказать, их вот обусловленность была разная, их образ жизни был немножко разный, у каждого там какие-то разные события, может быть, в жизни происходили, вот, и, тем не менее, каждый может достичь успеха. Вот, поэтому, если мы хотели бы, чтобы общество Ваишнава было действительно обществом, а не просто, скажем, такой, ну, узкой какой-то брахманической такой прослойкой, здесь необходимо просто принять реальность, то есть, общество Варнашамы, это общество дифференцированных стандартов, вот, и эти дифференцированные стандарты, они должны быть. Кришна о них сам говорит в Бхагавадгите, значит, вот тебе просто высокий уровень, думай обо мне, погрузись в меня своим разумом, ты будешь счастлив, все, не можешь это, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты развиваешь себе желание достичь меня, не можешь это, трудись для меня, там, или хотя бы, там, какие-то, там, плоды, и так далее, не можешь это, что-нибудь еще, и так далее, то есть, там, занимайся постижением знания, вот, то есть, мы видим, что Кришна дает свои наставления, охватывает все слои населения, каждому давая шанс. Вот, если человек принимает духовную жизнь, не ломая и не подавляя свою природу, но, скажем так, направляя в нужное русло свои какие-то вот естественные тенденции, используя их, это и называется контроль, а не подавление, тогда успех его также будет ожидать. В противном случае, если человек игнорирует свою природу, или, скажем так, пытается стать таким вот, не знаю, неземным существом в полном отрыве от всего, то он будет в этом состоянии летать недолго, и это мы наблюдаем постоянно, то есть, поднялся в небо и упал. Вот, поэтому для того, чтобы не падать, необходимо естественным образом развиваться, как я привожу постоянно пример самолёта. У него есть крылья и есть колёса. То есть, самолёт это не колёсный транспорт, он летать должен. Для того, чтобы взлететь, ему необходимо разогнаться. И вот на этом этапе должны быть колёса. Всё, то есть, когда он подозлётной к полосе разогнался, вот теперь колёса уже не нужны, их можно игнорировать, их можно раз убрать, да, теперь он летит. То же самое у нас есть определённые материальные обязательства, материальная дхарма, есть духовная дхарма. Для того, чтобы перейти полностью на духовную дхарму, то есть взлететь, оторваться от земли, перейти в другое измерение, для этого необходимо определенным образом разогнаться. То есть правильно использовать эту землю, то есть чтобы взлететь, нужно от нее оттолкнуться, правильно? А чтобы оттолкнуться, это тоже какие-то определенные усилия. И у каждого своя взлетная полоса, у кого-то дольше, у кого-то меньше. Есть такие самолеты с вертикальным взлетом, военные, кому-то требуется долго разгоняться. Но принцип, тем не менее, один и тот же. То есть мы начинаем, стартовая наша ситуация в обусловленности, в материальном мире, какой-то определенный разгон, и через какое-то время мы, естественно, если самолет не набрал нужный разгон, что с ним будет? Катастрофа. Кому нужны катастрофы? Это очень болезненно. Поэтому должен быть естественный режим разгона и при правильном направлении тогда уже этот отрыв и переход уже на другой уровень практики. То есть, естественное такое духовное погружение, серьезное, оно возможно тогда, когда человека больше ничего не держит в этом мире. И это обозначает, что нужно каким-то образом свою гуна-карму правильно использовать. Если вы царь, как Дру Махараджи действуйте, как царь. Если вы бизнесмен, кто-то еще действует согласно своей природе. Если вы простой человек, сфера обслуживания и так далее, что-то еще, пожалуйста, используйте свою природу. У кого-то, может быть, разгон будет больше, у кого-то меньше, не имеет значения. Если у нас правильная цель, и мы правильно используем свою природу, вот это и есть главный рецепт успеха. Если же мы пытаемся эту природу подавить, игнорировать, тогда, скорее всего, это будет какая-то, так сказать, катастрофическая ситуация. И потом будем устраивать разбор полетов. Почему это произошло? А это произошло, потому что человек, допустим, где-то как-то оторвался рано, то есть он начал взлет, еще недостаточно разогнавшись. То есть это, если условный пример взять, то есть это специально привел такой пример, чтобы была понятна динамика, что разрыв своих отношений с материальной природой это не такая простая штука. Железка самолет в принципе летать может. Казалось бы, такая тяжелая, как он летает. Он летает, потому что четко учтены все законы. Вот тогда он летает. Но если эти законы игнорировать, тогда он не будет летать. Тогда он последует другому естеству. Закону притяжения он последует и развалится на куски. Но если правильно использовать, тогда, хотя он такой вроде как тяжелый, железный, он будет лететь в нормальном всяких проблемах. Потому что есть законы определенные. Точно так же и в духовной жизни есть определенные законы. И в частности, очень важно понять индивидуальную природу. То же самое, как в медицине. Пока в Айурведе, пока врач не определил нашу прокритие, викритие, базовую природу, измененную природу, как он лечение назначит-то. Как он назначит лечение? Он должен посмотреть, понимаете, кто мы такие, что с нами происходит сейчас. Тогда он назначает лечение. Точно так же, если перенести этот пример на духовную жизнь, абсолютно все то же самое. То есть, начало диагностика, что за природа человека, что за привязанности, что вообще с ним происходит, что он из себя представляет. И теперь мы назначаем, соответственно, какие-то вещи. То есть, однозначно, конечно, что духовные наставления для всех одинаковые. Джапа, шастра, там все вещи. Но, кроме этого, существуют индивидуальные наставления. Мы знаем, допустим, Господь Читания одному сказал, ты женись, а ты не женись, да ты тот, и все. Он мог дать вообще противоположные наставления согласно природе человека. Он видел, так сказать, какие у него там могут быть предпочтения, или там тяга, или какие-то привязанные, что-то еще. Называется индивидуальные наставления согласно природе. То есть, есть общие, универсальные для всех, но есть индивидуальные, которые помогут облегчить следование вот этим вот высшим наставлениям. Харьи Кришне. Вопрос, пожалуйста. У меня несколько вопросов по поводу вы как-то может вы вспомните об этом теле как-как? в микрофон ближе говорит. как происходят эти изменения? Если он попал в своем теле, что произошло в какой-то момент? И все-таки с чем заниматься там вайкунхе? Какая у вас природа там? Насколько я понимаю, вайкунха, на которой находится друва махарадж, это вайкунха в пределах материального мира. Это друва лока. Это некое такое посольство духовного мира в материальном мире. Каких-то детальных описаний, чем там именно занимается друва махарадж я нигде не встречал. То есть в этом плане у нас главные наши источники это книги Шилы Прабхады. То есть понятно, что если она называется его именем друва лока, то значит он там выполняет какую-то главенствующую роль. Управление это востребованная функция людей, которые умеют грамотно управлять не так много на самом деле. Поэтому что именно он там делает, какое у него так сказать расписание занятия я нигде не встречал. То есть здесь мы можем только предположить, что если планета названа его именем, это обозначает, что он играет там какую-то решающую роль. Так же, как допустим Прохлада Махарадж, то есть будучи преданным, при этом он управляет демонами. Функция у него такая управлять демонами. Он среди них родился, все он так сказать природа по рождению у него такая, вот при этом он царь управляет. Точно так же друва квалифицированный правитель. В квалифицированных правителях всегда всегда есть нужда не только у нас. Мы знаем, что даже на пост Брахма не всегда есть претендент, поэтому Кришна иногда сам занимает эту роль. То есть квалифицированных управленцев с ними всегда дефицит, постоянный дефицит. Это болезнь материальной природы. Когда при Аврата Махарадж принимал дела во вселенной, тоже рассказать, ну не было человека, вырвали человека из Брамачарьяшина, понимаете, женили, корону, одели, будь императора, другого нет. Вот и все. Принимай, принимай хозяйство, другого нет. То есть это всегда непростое дело найти квалифицированных таких личностей. Но детали, конечно, спекулирование у нас не поощряется, поэтому я не буду на эту тему говорить, только то, что Шрила Прабхупада говорит, то есть мы можем предположить, что какой-то у меня там главенствующий пост. А второй вопрос еще раз в чем что-то что-то связано. А вот по поводу уже земного вы говорили, что холм учитель должен определить просто ученика. Так как у нас в нашем обществе практически этого нет, можете это помочь, например, в той же астрологии городского составления помочь жить и жить дальше? Инструмент определения может быть любой. Астрология это просто инструмент. Учитель это человек, который может просто увидеть без всякой астрологии по манере поведения, по тому, как держит себя человек. Проблема состоит в том, что чистые и такие очевидные варны их и определять-то не надо. Они самые очевидные. То есть, когда стоит вопрос определения варны, это уже в самом вопросе уже ответ, что варны нет. Понимаете? В смысле, чистая и нет, она смешанная. Потому что люди или можно уже точно сказать, то есть, если ты вопрос, какая у меня варна, это уже точно не брахма. Потому что брахма это самая очевидная природа. Понимаете? Вот. По большому счету мы знаем Кали-юга, Калау, Шудра, Самба-а. То есть, причем Шудра это не самый худший вариант. Худший вариант, потому что Шудра это тоже понятное занятие. Человек просто берет и что-то делает, он владеет какими-то искусствами, что-то у него хорошо получается, он умеет все. Умелый, так сказать, человек. То есть, здесь тоже нет проблем. Проблема даже не в Шудре, а проблема в Варна-Санкаре. То есть, в смешанных всех этих вещах. И вот тут большая трудность, когда у людей такой замес, что их тянет одновременно и туда, и сюда. То есть, это уже, как говорится, спасибо папе с мамой. Вот они там непонятно как, так сказать, зачинали, непонятные какие-то дети, которые полжизни не знают вообще, чем заниматься. Вот. И здесь астрология, она является инструментом, но, скажем так, утешения особенного мало, потому что она просто, астрология, она просто своим языком скажет, что, знаете ли, у вас неопределенная или смешанная природа, если это немножко от того и другого. И что, собственно говоря, это даст? То есть, я и так понимаю, что у меня смешанная природа. Если бы она была очевидной, я бы вопросов бы не задавал. Понимаете? Вот. Если задаю вопрос, это обозначает не очевидно. Вот. И, допустим, если использовать ту же самую астрологию, есть такое-такое влияние, и они друг другу мешают. В этом, собственно говоря, и есть проблема, почему человек не может определиться. Но мы же не можем эту планету оттуда выковырять, убрать, там сказать все. Нет. Это слишком глубокие вещи, которые представляют, собственно говоря, нашу внутреннюю такую анатомию. Если у человека есть какой-то там врожденный дефект, что вы с ним сделаете? Понимаете? Вот у него там какой-нибудь там кишечник удлиненный или еще там что-нибудь, там какая-то аномалия, да, что вы... Ну, просто человек живет с этим, да, и все. Точно так же и варна сэнкара. Это просто люди, которым приходится в своей жизни пережить много всяких неприятных изменений. И там, и сям, попробовал, то не очень получается, это не очень получается. И он думает, пойду-ка я к ослогу, он сейчас мне точно, наверное, какой-то не той варны занимает, сейчас мне скажут, какая у меня варна, я приму ее и сразу стану счастливым. Это одна из популярнейших иллюзий. Потому что все, что видит астролог, он просто на своем языке увидит эту самую неопределенность, понимаете? Он может сказать, что в этот период времени более вероятно, что у вас пойдет, допустим, вот это занятие, а потом другое, потому что все в жизни может быть переменчиво. Но он не расплетет вот этот вот замес кармы, понимаете? То есть расплетать приходится самому человеку и расхлебывать все эти вещи. Кто-то, так сказать, замесил кашу, тому ее и расхлебывать, по большому счету. Поэтому астрология это, может быть, так сказать, некая форма диагностики. Но диагностика это одно, а лечение совсем другое. Понимаете? То есть можно поставить диагноз, и человек подумал, ну все, привет, так сказать, диагноз безнадежный. Поэтому лечение, оно все равно, так сказать, ну этим должны заниматься люди, учителя, понимаете? То есть и так, можно сказать, не ходя к астрологу, увидев человека в каком-то состоянии смятения, запутанности и так далее, уже, даже если мы не знаем каких-то астрологических деталей, уже понятно, что у него природа какая-то смешанная, сложная, да? Что-то с этим необходимо делать. Поэтому существует, ну, Прабхупада, он с самого начала дал что? Ашрамы. То есть, заметьте, такой интересный, надеюсь, что Прабхупада не вводил варны, он ввел ашрамы. Вот, потому что ашрам это сугубо духовная категория. Варна это материальная категория. Варна касается только грехаст. Варна как деньги зарабатывать? Брамачариса, няоси, никакая варна не нужна. У них один тип деятельности экономической. Подайте что-нибудь, так сказать, на пропитание. Вот и вся их экономическая деятельность. Брамачариса, няоси. Вот, а грехастхам им нужно знать, какая варна. Вот, поэтому, скажем, ашрам, он, то есть, ашрам он всегда ограничивает. Понимаете, допустим, попал молодой человек в Брамачаре Аши. Вот, и у него там какая-то маленькая кабинка там, где лежат его вещи, там, много возможностей нет, да, и он какое-то время в этом живет, он может быть вдохновлен, там, что-то делает, распространяет, проповедует, там, еще какие-то вещи. Вот, но долго жить так, или всю жизнь так, может только человек с брахманической, и то даже не все, большинство брахманов, они тоже, так сказать, женятся, немножко расширяют свое поле деятельности. Вот, то есть Ашрам, он почему важен? Когда человек следует культуре Ашрама, происходит некоторое очищение, и это очищение делает вещи очевидными, понимаете? То есть Варна, в строгом смысле слова, она проявляется благодаря Ашраму, поэтому Павапада ввел Ашрама Дхарна, то есть следуя определенному Ашраму, мы начинаем видеть, что человек тяготеет к тому, или к другому, или там, какие-то у него там, сдвоенные, стройные там тенденции, немножко он того, немножко другого, вот, поэтому, скажем так, астрология, это такая, может быть, диагностика, но это не решение, вот, а решение лежит в сфере очищения, очищения, вот, и Ашрама Дхарма, она и очищает природу человека, потому что Ашрам, он всегда ставит какие-то определенные, так сказать, ограничения, то есть какие-то духовные обязанности, вот, и это, собственно говоря, и проявляет, вот, что мы могли бы делать, а что бы мы не могли делать, вот, это вот, как армия, допустим, каждый может год или два отслужить, но находиться в армии всю жизнь кадровой военной, может только человек с такой природой, понимаете, а остальное он, как и вашими точно так же, пожил год, два, три, пять, как отслужил, понимаете, но вследствие этого к нему пришло понимание, что вот это, допустим, не мое, а вот это мое, потому что Ашрам был очищающей природой, последний вопрос, до девяти, да, тут уже, да, а ну, решайте сами, потому что, да, как скажете, душа в материальном теле живет умозрительно, то есть оно как бы воображается, что-то через ложное действие согласно этому воображению, вот когда мы приходим в соприкосновение с духовной навыкой, и происходит то же самое, что иногда я начинаю на себя надевать какие-то рваки, опять же, не как личное действие, а просто как актер, который пригоряет разные маски, и думает, что это здесь совершается, чтобы избежать ее, необходимо находиться под духовным руководством, сами вы ее не избежите, духовная жизнь начинается с принятия учителя, понимаете, причем опять же, я говорю, учителя не в формальном плане, что приняли один раз, где-то его там поймали, а он вас инициировал и разбежались, это иллюзия, принять учителя, это обозначает принять того, кто вас будет постоянно, обучать, то есть, кто будет помогать, особенно на начальном этапе, может быть, на каких-то более зрелых уровнях, уже ученик самостоятельным становится, но на начальном этапе, вот мать родила ребенка, и бросила, и что с него будет, вот Маугли будет, в лучшем случае, то есть, с ним нужно по меньшей мере, так сказать, 5-10 лет заниматься, чтобы он хоть нормальным человеком стал, дальше уже как-то он сам пойдет, поэтому, если вы говорите, что нужно избежать иллюзий, вот, то должен быть кто-то, кто в ней иллюзия, то есть, это духовный учитель, и, если вы почитаете, что такое определение освобождения, вот, последняя глава, второй песни, Шимат-Багва, там написано, а Багва отвечает на все вопросы, и там, где описано, 10 тем Шимат-Багва, там дается определение освобождения, что такое освобождение, и она говорит, что освобождение, это отбрасывание материальной формы, рупа, и принятие сва рупы, своей естественной формы, понимаете, вот, поэтому, здесь, да, мы на себя, так сказать, нахлобучим, отождествление, временные роли, неестественная наша природа, это рупа наша, да, вот, но есть сварупа, и в этом мире мы все равно чувствуем себя как бы немножко не в своей тарелке, это не сварупа, то есть мы здесь все равно играем эти самые какие-то временные иллюзорные роли, но освобождение обозначает отбрасывание ложной рупы формой принятия сварупы, своего духовного естества, где уже больше нет напластований, то есть вот опять же концепция панчакоша, то есть вот, допустим, есть эти вот коши, которые покрывают наше сознание, зависимость от пищи, там, от безопасности, от материального знания, то да и все, вот, но анандамая коша, это и есть сама душа, понимаете, а остальные коши, это просто ее покрытие, через которое она смотрит, воспринимает мир, там, с разной степенью иллюзий, вот, поэтому духовная жизнь освобождает, обозначает освобождение от иллюзий, то есть материальное знание, это знание, которое не отделяет иллюзию от реальности, путает иллюзию с реальности, духовное знание, как сказано в самом начале Шамадба, это знание, которое отделяет реальность от иллюзии, понимаете, и для того, чтобы не попасть из одной иллюзии в другую иллюзию, необходимо иметь контакт со знанием, которое отделяет реальность от иллюзии, которое дает видение, видья, знание то, что дает видение, понимаете, вот, поэтому и все должно Нужно быть под руководством, в противном случае варианты самолечения, они редко бывают успешными, поэтому если вы хотите вылечиться, найдите хорошего доктора, других вариантов нет, если вы хотите чему-то обучиться, найдите учителя, который вас будет обучать, не формально, а реально, тогда будут реальные изменения, если мы все превращаем в формализм и слепая вера в чудо инициации, желаю успеха, эти иллюзии будут продолжаться. А если вы хотите реальных плодов, значит должен быть реальный процесс, идите к реальному врачу, который реально поставит вам диагноз, реально с вами будет заниматься и каждый раз будет следить, понимаете, вот если допустим я там был несколько раз на панчакарме в Индии, то есть ты каждый день с доктором общаешься, каждый, и он смотрит какие изменения, понимаете, не то что там пришел один раз на прием записался, эти самые лекарства выписали, все, все, до свидания, да, заплатите там в кассе, вот, это не лечение, лечение обозначает, что вы приходите, человек смотрит на вас, заводит эту личную карточку, да, и он дает какой-то метод, и вы каждый день с ним встречаетесь, можете себе представить, вот такое, допустим, в духовной жизни, это почти нереально, если вы один раз, там, не знаю, там, в год попали на дальшем духовном учителе, считайте, что вам крупно повезло вообще, крупно повезло, вот, а если мы говорим о каком-то вот, ну, реальном излечении, то вы меня извините, это серьезное дело, иначе мы просто изображаем здоровье, здоровье, когда человек пышет здоровьем, это естественно видно, а когда человек, так сказать, подкашливает, да, но при этом он говорит, что здоровый, совсем не то, признаки духовного здоровья обозначают, что человека не тянет больше к материи, а его, так сказать, неудержимо тянет к Кришне, вот это признаки выздоравливающей души, если это есть, можно нас поздравить, с успехом, если этого нет, обозначает, что мы все еще больны, значит, лечение должно продолжаться, регулируйте, да, пожалуйста, да, Достигли с чем? Дело не в гунах, дело в правильном преодолении гун, то есть от гун мы никуда подеваться не можем, они есть и есть, вопрос в том, как их правильно использовать, то есть и как раз варны, это и есть правильное использование гун, потому что все варны, они как одухотворяются, служа Кришне, то есть просто военный не освободится, но если этот военный действует как Арджуна ради Кришны, тогда он освободится, будучи военным, действуя в своей гуне, понимаете, поэтому мы не через гун освобождаемся, мы освобождаемся через процесс преданного служения, когда мы свою гуна-карму используем в служении, это вот последняя глава Бхагавадгита, совершенство отречения, там стихи 45, 46, 47, то есть описывается, каким образом, используя свою природу в преданном служении, человек достигает совершенства, то есть не благодаря гуне, гуна это просто инструмент, а освобождает Кришна, то есть когда мы свою природу используем в служении, вот о чем идет речь, и благодаря связи своей природы с преданным служением, вот тогда и происходит внутреннее очищение, варна в течение жизни не меняется, Арджуна был воином сначала и в конце, вот, ну естественно, что когда они уже приняли там все его на прасху, ушли тут уже все, но пока он был активен в социуме, его варна была стабильна, он всегда был воином, с детства, так сказать, до уровня зрелости, понимаете, но это не было препятствием, это не было препятствием, однако внутреннее сознание меняется, то есть мы можем стать вайшнавами по сознанию, вайшнавами по сознанию, но по своей внешней обусловленности, мы кем были, тем и остались, понимаете, то есть не то, что я был шудрой, так сказать, работал на заводе, и вдруг стал брахманом, а теперь я уже стою на алтаре, там это предлагают, там уже там что-то, то есть в принципе, если этот человек всегда был брахманом, просто по какому-то там недоразумению попал на завод, тогда это, в общем-то, возможно, но если, ну что, допустим, я, моя, так сказать, если вам про свою юность рассказать, не поверите, то есть я тоже, так сказать, какое-то там время, ну недолго, правда, там, может быть, там месяцев восемь, поработал там вообще каким-то там мотористом на катере, то есть весь там в мазуте был и так далее, я просто понял рано, что это не мое вообще, что мне чем-то другим нужно заниматься, но это имело место в моей жизни, хотя это было неестественно, точно так же, много людей попадают по разным обстоятельствам в какие-то неестественные ситуации, тут они понимают, что это не их дело и начинают, так сказать, искать какой-то выход, вот поэтому дело не в том, в какой гуне находится наше тело, а в том, что если мы получили трансцендентное знание, то используя свою обусловленность, гуна-карму, в служении Бога, происходит повышение нашего сознания, а тело, ну какое есть, такое и есть, понимаете, вот, то есть если мы стали вайшнавами по сознанию, то наша вот эта вот внешняя гуна-карма, она не имеет большого значения, кем бы мы ни были для Кришны, уборщиками, садовниками, это не имеет большого значения. Где взять такого учителя, который бы обучал каждый день в соответствии с природой? Ответ очень простой и быстрый, я не знаю. Нет, я действительно не знаю. Я считаю, что это одна из серьезных проблем, с которой мы сталкиваемся. Вот, потому что пункт номер один, фактически, если вот нектар преданности почитать, как вот преданное служение начинается, это все, гуру падашрая, прими убежище духовного учителя, прими там шикшу, дикшу, служи ему с любовью и преданностью, это пункт номер один. Вот, и когда мы пытаемся это сделать, выясняется, что духовных учителей мало, нас много, они заняты, им некогда и так далее, они в разъездах, они болеют и все. Вот, и таким образом все превращается в некоторую, так сказать, ну, про форму. Вроде формально мы выполнили условия, приняли убежище, а реально очень сложно. То есть, я вижу только одно решение, это расширение нашего представления о гуру татве, это развитие системы наставничества, института шикша гуру, вот и все. Вот, то есть, если мы так мыслим, тогда есть все шансы, понимаете. Вот, если мы ограничены нашими представлениями о гуру, то вот, ну, как вот о саньясе и так далее, он реально, никто не справится, можете на него обижаться сколько угодно, но дайте любому из вас 200-300 тысяч учеников, он не справится, а вы справитесь, да никто не справится. Так не работает система. То есть, мы ругаем материальный мир, но он работает, в общем-то, рационально не нас. То есть, все, в каждом классе 20-300 учеников, не больше, понимаете. Это же правильно. Если мы по классу сделаем по 200-300 учеников, мы же скажем, да чушь за чушь, вы же сами, если вам нужно вашего ребенка отдать в школу, и вы хотите, чтобы он не просто там формально ходил, а чтобы он реально учился, вы отдадите его в класс где 200 учеников. Вы скажете, да там же образование нулевое практически, потому что внимание учителя к ученику будет минимальным, понимаете. Это же здравый смысл. Почему бы нам не сделать здравых выводов? То есть, система наставницы, шик-шагуру, вот и все вам. 20-300 учеников, все. Тогда мы можем говорить о каком-то успехе, о каком-то качестве. А 200, 300, 2000, это просто доведение идеи до абсурда, понимаете. Не бывает такого обучения. Просто не бывает такого обучения. Когда правопада был, понятно, он был один, так сказать, с чего-то нужно было начинать, да. Но время же идет, мы же должны чему-то учиться. Мы же должны чему-то учиться. Когда правопада сказал, распространяйте мои книги, он объяснил, как это делать. Нет. Он в надежде, что, так сказать, у нас же разум-то есть, догадайтесь, как. Все, появились свои апостолы с анкиртаной, которые тему эту всю разработали, и теперь они обучают других, как это делать. Он сказал, просто распространяйте книги. Как? Вы разумные люди, решите сами, понимаете. Здравый смысл никто не отменял. То же самое, мы должны предлагать учиться. Как устроить? Да очень же просто. Очень же просто. Эффективное обучение, возможно, когда не больше 20-30 учеников в классе. Это нам показывают материалисты, которых мы постоянно ругаем, что они такие козлы, понимаете. А они действуют разумнее нас. Вот все. То есть нужно просто включать разум. Его никто не отменял, разум. Его никто никогда не отменял. Если мы включаем разум, то мы понимаем, как работают системы. На этом мы... Последний вопрос давайте. Без микрофона ничего не слышно. В микрофон говорите. Так вы только в микрофон говорите. Это очень важно для всех. Просто первое, можно в духовной школе открывать, дать шанс детям. Это все родители должны понимать, что если у них нет этого шанса, то нужно хотя бы другим дать шанс детям. Шанс есть у всех. В духовной школе по Ашраму и Ванну как раз делается. Сейчас как раз вот разговор идет, уже подготовка есть к этому в Москве. И второй момент, вы можете к духовному учету обратиться. Просто я обратилась однажды к Миранжу на своя, а не мой духовный учитель, с подобным вопросом, и он просто дал мне возможность как бы рядом находиться с человеком, который уже преданный. То есть большинство людей, они кандидаты преданные, а есть уже преданные. И просто когда 24 часа находишься в обществе такой личности, то ты осознаешь свои недостатки и осознаешь на чем тебе надо реально работать. То есть он дал вам возможность общаться с человеком, у которого фактически можно учиться, правильно? Да. То есть это учитель, гуру. У него может быть нет статуса гуру, но он гуру. Нет, он гуру. Нет, он гуру. Ну да, уровень. Вот. Человек, который разбивает вас... Он необычный человек, он гуру. Раз вы у него учитесь, он гуру. Не бойтесь назвать его гуру. Не бойтесь, это правильно. Поэтому любой... Если мы школьного учителя, который научил нас дважды два, называем учителем, почему мы боимся назвать того, кто нас научил воспеванию, учитель? Он учитель. Не бойтесь сказать, это правда. Он учитель. Окей, спасибо за дополнение, да. Нет, у него может быть сколько угодно. И тысячи. Смысл в том, что тогда эти ученики, которых он всех один не может, так сказать, охватить, должны быть в каких-то группах. Тогда кто-то другой должен быть уполномочен, как вот непосредственные учителя. Понимаете? Вот и все. То есть у него... Он может инициировать хоть тысячи, это не имеет значения. Понимаете? А всегда все неправильно поймут. Можете... То есть сколько бы ты ни объяснял, всегда найдется кто-то, кто неправильно все поймет. Это можно тысячи писать страниц комментариев, все разжевать, и все равно будет тот, кто неправильно поймет. Это просто наблюдение такое. Вот поэтому бесполезно. Всегда будет то-то неправильно. Поймет, и потом что-нибудь будет говорить. А вот такой ты сказал то-то. И ты потом будешь думать, Боже мой, я такого и близко не говорил. Вот. То есть идея не в этом. То есть учеников, дикша, то есть может быть много. Но если мы говорим о процессе обучения, обучение обозначает передачу шикши. Понимаете? Смысл духовной жизни в принятии шикши и обмене шикша парипрашна сэвая. То есть мы задаем вопросы, получаем ответы, осозреваем служение. Вот в этом смысл. Понимаете? Просто разовая дикша это один из таких, ну, скажем, важных пунктов, но он не является основным. Потому что человек просто получил дикшу, но не питается никакой шикши, а не следует. В этом нет никакого смысла. Понимаете? Вот. Поэтому дикша-гуру может иметь многие тысячи учеников, но по идее он должен позаботить. И он же понимает, что он не может охватить многие тысячи. Иначе он должен организовать систему обучения внутри них, разбив их на какие-то там группы и так далее. А иначе ничего не будет. Иначе человек просто заблудится. Вот все. То есть это не то, что там мы должны все там запретить духовному учителю и не следить больше 20 лет. Речь не об этом. Речь о том, чтобы включить разум. Просто включить разум. Вот. И, скажем, использовать возможности. А возможности есть. Много. Что вы смотрите, после ухода Шрила Прабхупады сколько лет практиковали самые старшие преданные? 11 лет. Прабхупада в 66-м начал проповедовать. Так уже. Ну вот на уровне ИСКОН. В 77-м он ушел. То есть самым старшим ученикам их старше в духовной жизни было всего 11 лет. И они действовали как гуру. Вы думаете, что сейчас среди общих преданных нет таких людей? Да куча таких преданных. Вот. Понимаете? И очень много таких людей. Это вопрос обучения, полномочий. И принятие того, что это правильно. Понимаете? Что обучение должно быть постоянно. Потому что когда человек постоянно находится в обучении, он вдохновлен. А когда мы видим, что преданный не вдохновлен, это значит, что это неправильно. То есть ему не хватает духовной энергии. Он потерял контакт с гуру таттвой. Он не учится сейчас. Понимаете? Жизнь его потеряла духовный динамизм. А этого не должно быть. Поэтому учительство это не просто дать дикшу, дать имя и так далее. А это целый процесс. Понимаете? Поэтому дикша это хорошо, но основа жизни ученика это шикша. Можно сказать, что шикши полно. Читай книги, слушай лекции. Но это не заменит никогда личной заботой. Почему существует учитель в школе? Он прочитал книжку ученик и говорит, я не понимаю. То есть ему необходимо, чтобы учитель сел и с ним еще конкретно поговорил. Тогда он поймет. Понимаете? Если бы все были такие супер разумные, что просто прочитав книжку они все поняли, у нас не было бы вопросов. А вопросы-то есть. Это означает, что мы не такие уж разумные. Это означает, кто-то должен нам разъяснять какие-то тонкости и так далее. Поэтому смотрите, у учителя у него же не только функция передать знания. То есть он передает самбанха гиану, это одна из его функций. Другая его функция, то есть передача знания, это образование. Другая функция учителя, это воспитание. Воспитание качеств, и так далее. То есть это как отец он действует. Вот с этим совсем сложно у нас, правильно, да? Чтобы там, вот он именно как отец действовал. Уже дело не то, что он там санскритские шлоки цитирует, да? А он говорит, что, допустим, здесь ты повел себя неправильно, это вот нужно так, так, так. Это уже отеческое воспитание. И еще у него функция у духовного учителя социальный лидер. То есть человек, который помогает своему ученику в социуме сориентироваться. То есть если воспитание, это воспитание качеств и ценностей, если самбанха гиана, это передача образования, правильные ситханты и так далее, то социальный лидер это обозначает, что он помогает человеку, раз мы все члены общества, то есть где-то как-то определиться в обществе. Вот. И совершенно точно, что от одного дикшагуру мы этого ждать не можем, понимаете? Это просто нереалистично вообще. Вот. Но потребность в этом есть. Значит, должна быть система образования, понимаете? Вот. И это большой вопрос. Ну, наверное, все. Простите, не хотел смутить ваш ум. Шимат-бхагаватам ки-джая Шила-прабху-пады ки-джая Харе Кришну. Това милая Сададжем Дракмана Прабху-ки-джая Анантаку-ти-вайшнава Урин-даки-джая Спасибо. Ох, что-то. Какой-то. Какой-то. Продолжение следует... Продолжение следует...